Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. Сегодня мы с вами поговорим о комнатных растениях, привезенных в Голландии. Возможно, многие из вас имели дело с эффектными голландскими растениями. И наверняка ваш красивый цветочек постигла та же участь, что и его собратьев. Он указался в мусоросборнике. Почему же так часто гибнут комнатные растения, привезенные из Голландии? И почему настолько укоренились мифы о голландских растениях, об их якобы неуживчивости и капризном характере? Давайте разбираться. Основной причиной является человеческий фактор. В Россию, Украину, Беларусь, Казахстан и т.д. попадают, как правило, экземпляры не самого лучшего качества. Те изъяны, на которые у нас не обращают внимания, помятость, царапины небольшие, в Голландии считаются браком. А для посредника главная цель – прибыль. Купить подешевле, а продать подороже. Миф первый – это транспортировочный грунт. При покупке голландского растения в цветочном магазине, вам обязательно посоветуют пересадить его по приезду домой, так как растение находится в транспортировочном грунте, в котором нет питательных веществ и цветок может погибнуть. Для транспортировки растения помещают в любую беспочвенную смесь. Перелит, вермикулит, торф, кокос и т.д. Это обязательное требование для всех карантинных служб мира. Но, если поразмышлять, какой производитель будет тратить огромные суммы на то, чтобы всякий раз пересаживать целую партию горденей, к примеру, из того грунта, в котором их выращивали, в тот, в котором их доставят к месту назначения. Возможно, вы заметили, что при пересадке своего растения в почву, насколько сильно сплетены его корни. Это доказывает, что растения провели в этом грунте не пару часов или дней, а были выращены в нем, можно сказать, с рождения. Поэтому пересадка в почвенную смесь является для них серьезным стрессом. Миф второй. Миф о том, что торф не подходит для комнатных растений в качестве грунта, также не обоснован, как и первый. Торф стерильный, влагоемкий, воздухопроницаемый, легко оплетаемый корнями. И, что самое главное, дешевый. Поэтому его и используют голландские производители для выращивания растений в своих теплицах, оборудованных системой точечно-капельного полива. А вот третий миф о том, что голландские растения перекормлены гормонами, это, к сожалению, реальность. Представьте себя на месте производителя. Вам нужно поставить производство на поток, и чтобы в кратчайшие сроки вырастить компактный куст, щедро усыпанный цветами, без химикатов никак не обойтись. Если уж цветоводы-любители грешат эпином, гетероауксином, цирконом и прочими прелестями, то что говорить о профессионалах цветоводства. Поэтому не пытайтесь смыть с корней растений все вредные вещества, которыми их напичкали голландцы. В процессе промывки корней травмируются корневые волоски, что вызывает у растения шок и нередко приводит к летальному исходу. Ну вот, все мифы о голландских растениях развеяны. Будьте просто внимательны к своим зеленым друзьям, и они порадуют вас пышной листвой и яркими цветами. А у нас все на сегодня. Если вы хотите поделиться с нами своим личным опытом, знаниями или же выразить свое мнение, то пишите все это в комментариях. А с вами был канал Цветы в доме. Комнатные растения. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь, и вы всегда и все будете знать о своих комнатных растениях. Да и не только. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok